МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители окраины города Житикара Кустанайской области на свой страх и риск вынуждены использовать питьевую воду. Хотя более точные определения – жидкость мутного цвета с песком. Люди жалуются на отсутствие центрального водопровода. Они вынуждены набирать воду из скважин и колодцев. Но ее качество не выдерживает никакой критики. Подробнее расскажут мои коллеги. Вода из колодца грязная, с неприятным запахом, жалуется Маусунжан Манджасаров. Даже без экспертизы видно, что в ней достаточно разных примесей. Но выхода нет. Приходится пить именно эту мутную жидкость. Покупать в магазине дорого. А спецмашины с цистернами чистой воды здесь никогда и не было. Из этого колодца набираем. Этой водой стираем, пьем ее. Только сначала отстаиваем несколько дней. Потом кипятим. Огород нельзя этой водой поливать. Все белеет, а растения погибают. Впрочем, есть и те, кто пьют прозрачную воду благодаря фильтру. Но даже после нескольких степеней очистки без отстоя не обойтись. Лариса Бочарова для своих детей за чистой водой ходит к соседу. Мы сюда вот ее выливаем. Вот сюда. Она настаивается. Тоже осадок есть. 15 литров воды в день мы употребляем. Кушать, варим. А когда осень, соленье, у нас еще больше уходит воды. Вот я в день по три, по четыре раза, вот с бетончиками, по пять, по четыре бетончика я ношу вот от дедушки. В старой части Читикары, а это в основном частный сектор, около четырех тысяч жителей. Водопровода здесь никогда и не было. И, возможно, и не будет. Потому что местные власти игнорируют все просьбы и жалобы горожан. От Иловой горы, вот что там сейчас идут трещины, снег тает. И вот все впадает, получается, к нам. Кто в город ездит, тот покупает воду. А кто нет, ставят, отстаивают ее и потом опьют. Местные жители рассказывают, в середине прошлого века на окраине Читикары добывали золото открытым способом. Для этого использовали ртуть и мышьяк. После закрытия фабрики техногенные залежи засыпали глины. О том, что подобное соседство опасно, подтверждают и экологи. В подземной воды колодца расположено в районе Иловой горы. Выявлены превышения ПДК по ХПК, БПК, жесткости, магнию, хлоридам и сульфатам. Жители этого микрорайона просят, если уж не сразу центральный водопровод, то хотя бы подвоз воды на первое время. Чиновники о проблеме жития коринцев знают и пообещали помочь. К ним будут подвозить питьевую воду. А как быть с Иловой горой, пока не знают. Есть проблема, на самом деле экологическая проблема. Есть ветровая эрозия, водная эрозия. И эта проблема начала актуальность проявлять. На областном уровне принято решение, выделяются средства на изучение этой проблемы. Сначала надо проявить, что нужно сделать с этим истражением. Или ее засыпать, или есть уже современные методы, чтобы нейтрализовать эту гору. Когда речь заходит о качественной питьевой воде, все понимают, что речь идет о здоровье людей. Мы отправили официальный запрос в Министерство экологии с просьбой прокомментировать данную проблему. А вот есть ли решение? И мы, и, конечно же, сами, житикаринцы, надеемся на положительный ответ чиновников. Семья из Нурсултана вот уже 7 лет живет в неотапливаемом вагончике. Их дом вместе со всем имуществом и документами сгорел в феврале 2014 года. С тех пор Ирина Остапчук вместе с четырьмя детьми и престарелой мамой все никак не могут сойти с вагона и добраться до пункта назначения. Они мечтают о крыше над головой, но местный Акимат не то что в жилье, даже в очереди на квадратные метры из государственного фонда им отказал. Подробнее Эльмира Жумат. Вот наш дом. Так вот мы живем. Вместо дома вагон, вместо жизни выживание. Дом семьи Остапчук сгорел в феврале 2014 года. Пожар уничтожил не только документы и имущество, но и надежду на достойную жизнь. Семья осталась в буквальном смысле босиком на пепелище. Из-за трудного финансового положения не смогли только три месяца снимать комнату. Затем какое-то время жили в сарае, где хранили угли и дрова. Под зонтиками детей на угле спали. А потом вот этот вагон стоял пустой. Мы там жили до этого, потом съехали, бичи жили, выбили окна там, все. И мы заселились туда, поставили стекла там, прибрали, все более, ну как бы более-менее обжили. А потом приехал хозяин, стал нас выгонять. А потом приехал какой-то отец Владислав с родины, совхоз родины, вот есть оттуда. И вот они нам выкупили за 130 тысяч. Тогда, 7 лет назад, на призыв о помощи погорельцам, казахстанцы не остались равнодушными. Обставили вагон бытовой техникой, мебелью, привозили вещи и продукты. И даже открыли сбор денежных средств на строительство нового специально оборудованного под жилье вагона. Однако сам организатор этой акции оказался нечистым на руку мошенникам. Собрав деньги, он скрылся. Из-за безысходности и свет немил уже вздыхает Алла Борисовна. К слову, электроэнергии в прямом смысле частенько отключают за неуплату. Представьте, зимой мы на обогревателях и без света. Мы тут несколько раз чуть не замерзли и рыдали. Вообще не передать, это ужас какой-то. Жить невозможно зимой. Если летом как-то можно, то зимой вообще невозможно. Я только рыдаю, что на старости лет приходится вот так жить. Их семейный бюджет – это пособие по многодетности и пенсия. Строить дом на месте сгоревшего жилья нет ни возможности, ни финансов. Постановки на очередь для получения квартиры из Государственного фонда Ирине Остапчук отказали. У нас постоянный отказ. Уже дважды пробовала. Когда сгорели, тоже ходила. И в Нуратан везде ходила. И бесполезно. Никто ничем так и не помог. Сейчас отменили, АСП не платят. Говорят, три года исполнилось, иди работай. Без проблем я пойду работать. Но куда я детей дену? У нас все на электричестве. Обогревателей, печки нет. Зимой холодно. Как я их всех брошу? Наступление весны в столице мы ждали, наверное, больше всех остальных. Делится с нами Ирина Остапчук. Дома тепло, и кажется, что мы живем так же, как и все нормальные люди. Хочется верить в лучшее. Ну, либо же. Просто жить, честно, я уже не могу так. Мы отправили официальный запрос в общественную приемную партии Нуратан. Надеемся в ближайшее время получить ответ. Что касается наших писем в местный исполнительный орган, к сожалению, они пока остаются без ответа. В тяжелых условиях живет семья Нураловых в Нур-Султане. Из пяти членов семьи четверо инвалиды. Постройка, которую сложно назвать домом, непригодна для проживания. Строение в аварийном состоянии. Отопления и воды нет. Двое детей инвалидов уже восемь лет стоят в очереди на получение жилья из госфонда. Но ВОЗ и ныне там. Моя коллега Эльмира Ажумат выслушала жалобы семьи Нураловых. В этом доме, которое больше напоминает хозпостройку, семья Нураловых живет уже пять лет. Вместо отопления зимой обогреватель, воду таскают из ближайшей колонки. Греют ее кипятильником. Из пяти членов семьи четверо инвалиды. В столицу переехали из аула Северо-Казахстанской области восемь лет назад в поисках лучшей жизни. У меня двое дети, дочка и сын. Инвалиды тоже вторую группу, но они из детства. Это Тульсо надсталое. Вот и мы переехали. Деревни чего у нас? Ничего нет. Там ничего нет. Ни автобусов, ничего. Ничего их ждало и в столице. С 2013 года двое детей Даркомал стали на учет для получения квартиры из государственного фонда. Но за эти годы их очередь сдвинулась незначительно. Восемь лет назад они были 12-тысячные. Сейчас 6-тысячные. Общие пособия по инвалидности всего 150 тысяч тенге. Из них половина уходит на аренду жилья. Остальная часть на коммунальные услуги и еду. Электричество у нас много уходит. Вообще много уходит зимой. Иногда бывает, что мы греем целый день и все. Он болеет условия, чтобы нам квартиру, чтобы мы получили. Чтобы таким условием. Ну, у нас своя комната, своя хата была бы. Пожалуйста. Ну, я не знаю, сколько лет уже. Лет 8 уже как живет. Вот дети инвалиды. И он, я сам в третьей группе инвалидности. Не знаю, как дальше будет. Жить в таких условиях почти невозможно, говорит инвалид второй группы Рамазан Нуралов. Из-за полученной производственной травмы и врачебной ошибки он практически потерял руку. Вторая рука и нога поражены псориазом. Виной всему, по словам мужчины, отсутствие жилищных условий и антисанитария. От медицинской помощи он отказывается. Горький опыт прошлого дает о себе знать. Боюсь уже к врачам обращаться, потому что руку не смогли издалечить. Что он знаком, он уже мог бы что-то сказать. Оказывается, он отстегает алмами. Они только руку отрезать, можем что-нибудь сделать и все. Она вам мешает только делать. Он там басханами, он отстегает, потому что они могут институт какую-нибудь занести заразу. Еще дача будет выкурять, она мне не надо. По словам Нураловых, ни продуктовых корзин и ни какой-либо другой помощи от Акимата даже во время карантина они не получали. Хотя неоднократно обращались. На данный момент всестороннюю поддержку этой семьи оказывают только благотворительные фонды и меценаты. Плачевное состояние у них очень давно. Я эту семью уже 5 лет знаю и 5 лет мы эту семью курируем. По мере возможности мы стараемся помогать. В этом году была программа аренды жилья без права выкупа. Но им почему-то по какой-то причине был отказ. Мы тоже не могли понять. Ждите в порядке очереди. Мы отправили официальный запрос в Акимат столицы и в общественную приемную партии Нур-Отан. А вот будет ли помощь семье Нураловых расскажем уже в следующих выпусках. Нураловые уехали в большой город и по другой причине. Родители были уверены, что здесь их детям с инвалидностью будет легче получить образование. Но в те годы не было программы инклюзивного образования. И детей были вынуждены отдать в коррекционное учебное заведение. А сегодня, хоть и не сразу, но все меняется. Инклюзивное образование дает возможность проходить полноценное обучение и получать необходимую поддержку всем детям, независимо от их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей. Они посещают уроки вместе со здоровыми учениками и тем самым приучаются и адаптируются к обществу. И для нашей страны это относительно новое явление. По какой методике их обучают особенных детей и с какими трудностями они сталкиваются, расскажет Амир Саминбетов. Гульбану Сулейменова мама особенного ребенка. Ее сын страдает аутизмом. Орлану необходимо чуть больше внимания, чем его сверстникам. Мама ребенка рассказывает, что он родился здоровым, но ближе к двум годам родители начали замечать за ним странное поведение. Не реагирует на маму, на папу, сам по себе бегает, машет ручками. Пошла к нервопатологу. На тот момент нервопатолог, конечно, я сама подошла к нервопатологу и говорю, вот мне кажется, у него аутизм. Тогда мне нервопатолог ответил, что аутизм – это очень сложный диагноз. Сейчас вам в два года его никто не поставит. И поставила нам задержку речевого развития. Гульбану возила Орлана по всем врачам, психологам и логопедам. Но особых изменений не наблюдалось. И только к семи годам специалисты поставили окончательный диагноз – аутизм. Принять болезнь и бездействовать родители мальчика просто не могли. Они собрали необходимую сумму для лечения ребенка за рубежом. Шесть раз мы ездили в Оренбург. Да, динамика была, какие-то продвижения. Но сказать, что мы вылечились – нет. И рефлексотерапия – это микротоки на точки ставят, диагностику проводят. И потом их возбуждают эти какие-то зоны. Допустим, на голове какие-то речевую зону. Платно? Да, это все было платно. Конечно, это было сложно. Когда не осталось вариантов с лечением, Орлана отдали в инклюзивную школу. В классе он был единственным особенным учеником и занимался, соответственно, индивидуально. Для таких детей, как Орлан, инклюзивное образование – это открытые двери в мир людей, отношений, возможностей и самореализации. Он уже умеет писать, читать и, что немаловажно, приобрел друзей. Ребенок начал контактировать лучше. Сегодня у меня сын помогает в быту. Он развешивает вещи в стиральной машине, поливает цветы, пылесосит. В Казахстане более 160 тысяч особенных детей, у которых задержка развития. Из них 60% нуждаются в инклюзивном образовании. Наряду с государственными учреждениями открывают кабинет коррекции и благотворительной организации. К примеру, корпоративный фонд «Булашах» с 2015 года реализует проект «Каждый ребенок достоин школы». Образование школьники получают бесплатно. Мы открыли уже 57 кабинетов поддержки инклюзии, где более 600 детей с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями развития ходят в школу каждый день. Фактически все эти дети были лишены возможности ходить. Даже в специальные коррекционные школы они находились на обучении на дому. То есть фактически проект способствует формированию равного доступа на получение качественного образования. В инклюзивных классах детей обучают по методике прикладного анализа поведения. Это специальная зарубежная программа, которая позволяет детям социально адаптироваться. Благодаря корпоративному фонду детей обучают и на казахском языке. За каждым ребенком прикрепляют тютера, он же учитель, воспитатель и психолог. В обычном классе должно быть не более одного-двух детей. Если мы говорим о категории детей с аутизмом, в обычном классе нежелательно, чтобы находилось более чем двое детей. Потому что на сегодняшний день дети с аутизмом это самая сложная категория, так как у них существует нежелательное поведение. То есть ребенок может обладать, например, выдающимися математическими данными, но при этом иметь нежелательное поведение, которое не вполне соответствует социально приемлемым нормам. Со слов специалистов есть проблема с кадрами, поэтому инклюзивным образованием охвачены не все особенные дети. Недавно, когда мы проводили опрос, среди 2000 учителей и специалистов в школах более 60% заявили о том, что они обладают недостаточными знаниями и им необходимо качественное методическое сопровождение. То есть сегодня очень важно осуществить пересмотр всех методик по работе с особыми детьми, осуществить реформы специального образования, внедрять новые форматы, новые модели, разрабатывать новые специальности, повсеместно обучать. И тогда ситуация с инклюзивным образованием, она, конечно же, улучшится. В редакцию программы «Народный контроль» обратились жильцы столичного ЖК «Кулан». Люди уверяют, что у них появился самопровозглашенный председатель ОСИ, объединение собственников имущества, заменившее КСК. По их словам, руководителя обслуживающей компании никто не избирал, а все подписи подделаны. Жители дома опасаются, что председатель – самозванец. Все собранные на содержание ЖК деньги тратят не по назначению. В запутанной жилищно-коммунальной истории разбиралась Шулпана Имбетова. По словам собственников квартир в жилом комплексе «Кулан», 20 января этого года в общем чате Валентина Козлова объявила себя председателем объединения собственников имущества. Тогда никто не стал возражать, но уже очень скоро соседи убедились, что к своим обязанностям новый руководитель обслуживающей компании относится безответственно. Везде грязь и беспорядок. На связь не выходит, отчетов нет, на аварийные ситуации не реагируют. При этом деньги за несуществующие услуги ОСИ люди выплачивают регулярно. Я ей говорю, если ваши работы я не вижу, почему я должна платить за это? Она говорит, тогда я буду вас штрафовать. Она всем грозится штрафом. Дом находится в плачевном состоянии. Все, кто не ремонтируется, входные группы в очень плачевном состоянии. В подвальном помещении надо менять всю уже сантехнику. Тоже сейчас никто ничем не занимается. Сами моем пол в подъездах. За что платим деньги, не знаю. Видели бы вы подъезды. Пыль, грязь, лифты грязные. Но никто не чистится. Но окончательно возмутило жителей нежелание самоизбранного председателя коммунальной компании считаться с их мнением. Она наняла сервисную лифтовую компанию с дорогим тарифом. В рамках плана модернизации ЖКХ жителями были приобретены лифты в кредит на 15 лет. Голосованием выбирали и сервисную лифтовую компанию для их обслуживания. Но не тут-то было. Единоличным решением самоназванный председатель ОСИ заключила договор с выбранной ею лифтовой компанией и поставила собственников перед фактом. Новый лифт якобы. Во-первых, мы за него платим отдельно, ежемесячно, как было ранее сказано. Теперь я хочу сказать, сейчас она выбрала, выбрала сама вольно обратно какую-то лифтовую компанию и установила там. Во-первых, мы два дня не могли, все это быстро сделано было, без оглашения, без согласования нашего. Нам пришлось покупать эти карточки, что это очень по карману бьет. Мы не согласны с этим вот, с ее решением. Мы поехали в жилищную инспекцию, где прошло совещание с участием руководителя. И руководитель задал ей такой вопрос, где протокол, на каком основании вы заключили договор. Она сказала, что делегирование. Но делегирования нет. Жилищная инспекция дала срок до 10 мая провести собрание и опрос. Но Валентина Козлова не стала проводить это собрание. Возмущенные действиями председателя, жильцы стали обращаться с жалобами в разные инстанции. В министерстве юстиции их ждал неприятный сюрприз. Им показали документ с подписями жителей, которые якобы проголосовали за ее назначение. Но ни один из владельцев квартир ЖК Кулан никаких подписей за кандидатуру нового председателя не ставил. Подписи подделаны, уверяют они. Люди обратились с заявлением в полицию. Мы сделали запрос в департаменте юстиции. Они предоставили нам все те документы, которые Валентина Козлова сдавала для регистрации. Стали сверять подписи с другими собственниками. И соседи отрицают, что это их подпись. Есть там подпись человека, который умер в апреле 2020 года. Она сама себя самовольно поставила на эту должность. Подделов, да, документы. И вот мы на нее подаем в суд, чтобы в судебном порядке теперь убрать ее с этой должности. Вопрос переизбрания председателя ОСИ людям не получается решить мирно, без судебного решения. Валентина Козлова не идет на контакт с жителями. На звонки не отвечает. Неоднократные вызовы полиции не дали результатов. Женщина не открывает дверь. Требования жильцов отдать печать ОСИ, чтобы переизбрать председателя, она игнорирует. Мы выбирали другого председателя ОСИ. В феврале проводилось собрание, который также набрал голоса. И там есть живые люди, живые подписи. Но дело в том, что Козлова, она не отдает печать и не ставит ему. А эта печать нужна ОСИ для регистрации в юстиции. Она просто игнорит, телефон не берет, дома не открывает. Мы обратились в столичный департамент полиции, куда жители направили заявление по факту подделки подписей. А также в жилищную комиссию при Акимате. 14 мая текущего года коллективное заявление жителей жилого комплекса, расположенного по улице Хурдай-75, зарегистрировано в книге учета заявлений в отделе полиции района Алматы. По результатам рассмотрения установлено, что основания для начала досудебного расследования отсутствуют. Между сторонами усматриваются гражданско-правовые отношения, которые разрешаются в судебном порядке по гражданским делам. Жилищным законодательством в этой части, к сожалению, мер ответственности к таким председателям не предусмотрено. И в этой связи, соответственно, госорганы не имеют каких-то административных рычагов воздействия в данных случаях. Поэтому нами, изначально жителям было рекомендовано сразу обратиться в суд, чтобы данный вопрос решить в судебном порядке. Очевидно, что решение этой проблемы находится только в руках самих владельцев квартир жилого комплекса «Кулан». Только они решают, кто будет руководить обслуживающий их дом компанией. Противостояние жителей дома с председателем-самозванцем продолжается. Чем оно закончится, непременно расскажем. Продолжение следует...